Слушайте, поехали мы на стерилизацию. Смотрите, как она там орёт. Смотрите, как она там орёт. Блин, поехали на стерилизацию. Видимо, она чувствует... Скажет, что вы хотите со мной делать? Да ладно, не плачь ты, Масень. Ладно уж, не плачь ты, маленький. Мяу. Надеюсь, всё будет нормально. Мяу. Она уже не маленькая, так. Я и два с половиной года, где я думаю, что всё нормально будет. Жду, когда за мной приедут. Да. Спросили первый раз тут. Мяу. Да ладно. Вот это вот ветеринарка. Вот я обычно туда и Васю, и всё. Ну, там... Ну, мне нравится. Там очень хорошо всё делают. Не сильно дорого. Ну, вот 190 евро. Ну, вот это Испания. Ну, так вот дорого стерилизация. Конечно, я бы стерилизовала давно, Мусину. Видите, такие деньжищи. Ох, вот так. Ну, вот Реерал. Видите, это малюсенькая речушка такая. Реерал тоже, когда начинаются дожди. Она тоже выходит из берегов. И несётся страшным таким потопом. Ну, это так, видите, называется. Я узнала от наших подписчиков. Наверное, написали, что она называется Сухая речка. Ну, вот когда вот такая маленькая. Вот видите. Но когда начинаются дожди. А дожди у них как ливни. Они тропические такие. Могут по 4 дня идти. То она переполняется. И она... Поэтому вот так сделано, чтобы защитить людей. И тут обычно бывает у нас рынок. И там бассейн впереди. Ладно. Всё. Пошла им. Буду молиться, чтобы Мусичке всё хорошо было. Бедная Мусичка моя. Ну, надо делать. Потому что... Потому что, вверх, она уже орать начала. Раньше она как-то так мяргала. А тут последний раз она так уже орала, что... Нет. Бегает. Это Вася лупит. Злится. Лучше простерилизовать. Потому что... Они на самом деле мучаются. Зачем? Чтобы она мучилась. Стерилизацию сделать. Вот она успокоится и будет... Ну, правда, я боюсь, что она растолстеет. Ну, ладно. Не буду много еды давать ей. Себя покажут. Себя покажут. Нарядюсь. А, кто переживает там насчёт этого жреца, он съехал. Они, испанцы, не боятся русских. Не думайте. Они нас очень боятся. Лёша сказал, что если у нас что-нибудь пропадёт, то там пожалеешь. Так что, нет, ничего не пропало. Всё нормально. Вот это такой район. Рейерал. Там как раз у меня были клиники, если туда идти. Вот видите, здесь проходит рынок обычно. Вот он, Рейерал. Ой, иду, боюсь. Но я думаю, что я правильно поступила. Ну, потому что, знаете, если она сбежит, и потом принесёт котят, я их топить не смогу. И потом тоже выбрасывать на улицу. И куда их никуда не пристроишь. Нет, я думаю, что я правильно делаю. Одно только остаётся молиться, чтобы всё было хорошо. Но мне доктор сказал, что она взрослая, ей больше двух лет, то рассчитать несложно там наркоз. Типа это когда маленькие, очень им сложно наркоз рассчитать. А так она у нас плотненькая. 3 800 весит. Он сказал, что это ничего я не буду. Рассчитать наркоз можно. Наши тоже будут. Пока до полвосьмого жду, решил погулять здесь. Домой не пошла. Нервничаю, боюсь. Ну, тут, слава богу, хоть народ есть в центре. Спрашивают, как испанцы одеваются. Вот, смотрите, как одеваются. Сейчас принесут мне живая. Всё нормально прошло, всё хорошо. Живая. Да я знала, что всё будет хорошо. Живая. Живая. Всё это нормально. Всё нормально. Всё нормально. Всё нормально. Есть животные, которые, всё лень. Но всё будет хорошо. Не захочует морковь. Не злочится морковь. Всё хорошо. Вот она матечка моя. Ну ладно, пока она еще это не соображает ничего. Ну ладно, все хорошо, слава Богу. Знаете, что про Васю сказали? Я спросила про Васю, надо его таскать в ветеринару. Я говорю, он играет, кушает хорошо, муркает, в смуси играет. Они сказали, ничего не надо таскать. Я говорю, я думаю, что Вася будет жить долго. И они такие, да, да, Вася будет долго жить. А так интересно, они меня вспомнили, я когда пришла. Они такие, ой, с Васей что-то случилось. Я говорю, нет, нет, у меня другая кошка есть. Леша-то нет, до дня Марина возит. Очень далеко идти, 45 минут я бы ее не дотащила. Она уже тяжелая, тоже такая. Мне бы ее не дотащить. Марина, слава Богу, Марина мне помогла. Завтра в 5 часов ее принесу. И завтра антибиотик дойдут, посмотрят. Потом через какое-то время надо будет еще раз принести, чтобы швы убрать. Ну, вот так вот. Сказали, что она говорит, первое время меня узнавать не будет, будет шипеть. Только я помню, Вася так же. Помните, Вася так же никого не узнавал. Шипел тоже. У меня тоже шипеть будет. Ну, ладно, что теперь. Ну, вот и все. Видите, проблема оттуда-то. Думаю, что решена. Ну, сейчас вот неделю. Через неделю уже можно будет ее в Жерону, ехать, перевозить в Жерону. Муся, кс-кс-кс-кс-кс. Муся, Муся, кс-кс-кс-кс-кс. Эй, спит она. Она заснула, видимо. Сюда положил. Ну, ночью, ночью на пол переложу. Ну, пока присмотрим. Тут пока пусть лежит. И от Вася еще. Вася лезет теперь. Теперь Вася лезет к ней. Тоже. От нее пахнет медициной. И вот это. Медицина – это лекарство по-испански. Лекарство им пахнет. Угу. Ну-ка, как у тебя там делишки-то? Покажи маленькие. Что-то она все трясется, видите? Вон, видите, все тут. Там, Тима. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Моя сладкая, тихо-тихо-мое сладкая. Ой, какая ты холодная. Ой, чем-то надо ее накрыть. Слушайте, такая жара. Я даже не могла подумать, что она холодная. Блин, вообще ледяная. Надо чем-то ее накрыть. Ой, блин, она вообще ледяная. Оказывается, даже мерзнет, видимо. Закрыла ее тут. Ой, что? Лежит. Ой, знаете, жарко вот. Я не знаю, градусов 28. Жара страшная. Как-то мне вот жалко ее. Сказали на пол положить. Я тут загородила, я эти подошку так взяла. Вот этими штуками загородила. Ну ладно, ночью положу это на пол. Ну сказали, она к ночи, наверное, к часам-двум ночи проснется. Ну, буду смотреть. Вон Вася крадется, крадется ведь. Идет сюда. Вася, пшшшш. Че ты там крадешься? Вот маленький. Отходняк у нее. Отходняк. В общем, все, она уже не лежит, она бегает, ну ползает. И смотрите, вот Васечка ее нисколько не обижает. У нее пытается лизать. Хоть у нее и пахнет вот этой пакостью. Нет, я ее пыталась на пол положить, но бесполезно она бегает. Видите, я сюда поезжу. Куда? Ай! Убежала. Сама, видите, бежу. Бедная Васечка. Смотрит, ничего понять не может. Че? Че случилось? Да? С Мусечкой? Ну ладно, видите, быстро, как она. Сейчас 9 часов вечера. Видите, она уже просыпается. Уже встает, пытается на ноги встать. А Вася-то как долго лежал, помните, он часов в 6 лежал, не вставал. У него все-таки операция была, конечно, тяжелее. Да, живучие кошки. Че-то меня напугали, что у Майи не проснется после. Да прямо кошки живучие. Сказали, в 2 часа проснется. Она уж вон в 9 часов уже во всю. В 2 часа она уж, наверное, есть, побежит. Вот, видите, он ее вообще не обижает. Он даже ей пытается полизать. Вот как он ее любит. Ой, ты, Маси. Она-то, помните, как на него шипела и кроватила его. Эти сладкие. Ой, я врачу вот это... Я вообще сейчас видео сделаю, и завтра врачу покажу, какой Вася. Покажу ему. Скажу, что он себя очень хорошо чувствует. Вася, кс-кс-кс. Вася. Забегала опять. Опять, видите. Вот так вот она бегает. А че ее уже никак? Я в переноску не засуну ее. Да пусть просыпается так. Пол теплый. Может, шевелится будет, так сама теплая будет. А то тут она лежала ледянущая была. Сейчас начала шевелиться. Мне кажется, пусть шевелится, да, ведь? Вон, вон, видите, ползет, ползет. Смотри-ка, че, вот как она. Ползет, видите, все. Это она, наверное, к корму ползет. Сказали, пока не встанет ровно на ноги, не будет ровно на ногах ходить, на лапах. Ничего не давать. Ни еду, ничего. Сказали, примерно проснется в 2 часа ночи, а вон, че, уже, все. Продолжение следует.